Друзья, всем привет! Я представляю сейчас вашу реакцию, представляю, и просто я представила себя на месте вас. Конечно, у меня глаза полезли на лоб. На дворе октябрь. Уже были минусовые температуры. Все люди давным-давно, нормальные люди, переехали из теплиц, а я переезжаю с своими суккулентами в теплицу. Почему так, друзья? Потому что, как я уже сказала, сейчас уже у нас были хорошие заморозки, минус 2, минус 3. Я спешно перетаскивала все свои суккуленты. Часть я, конечно же, затащила на полки. А те, которые в силу своих длинных ног не влезли на полки, на мои, на комнатные, мне пришлось переносить их сюда. Здесь они у меня будут находиться до хороших стойких холодов, потому что вот минус 3 было, здесь им комфортно все равно. Теплица, конечно же, это не улица, потому что она нагревается, за ночь она остужается, и мороз сюда минус 3, минус 2, конечно же, не пробирается, если все двери, все форточки закрыты. Ну, а потом, когда настанут холода, уже такие достаточно хорошие, там, с минусовыми ночными, с плюсовыми, с дневными плюс 1, плюс 2, конечно же, вот в такой период я буду их затаскивать. Буду затаскивать их куда? Я купила 2 стеллажа, потом, конечно же, я вам сниму все, как я расположила их. Затаскивать я их буду в дом, который я купила. Дом отапливается, отопление в этом году сделала, то есть, топиться там будет. Лампы я купила, но пока что на один стеллаж только. Там 5 полок, получилось 10 ламп, купила по 35 ватт, в общем, хорошая сумма получилась. Пока у меня нет возможности сейчас покупать на второй стеллаж лампы, в общем, там, по ходу, дело будет видно. Но дело в том, что тут стоят еще вот на этих, вот здесь, вот в этой общей куче, вот в этой огромной куче суккулентов, здесь еще часть уличников. Уличники, конечно же, я не буду никакие заносить домой, они будут зимовать. Ну, вынесу их, наверное, на улицу, даже в теплицу не буду ставить, потому что они должны быть припорошены снегом. Ну, может быть, здесь я ставлю, не знаю, теплица на зиму, производитель вот этой теплицы, он на зиму рекомендует открывать крышу. То есть, здесь открывается крыша в этой теплице и открываются бока. То есть, можно открыть либо один бок полностью, то есть, вот до сюда она будет открыта, вот до сюда. Вот, либо второй бок можно открыть точно так же, либо откинуть крышу. Ну, крышу производитель рекомендует откидывать для того, чтобы снег не продавил поликарбонат, из которого состоит теплица. Также можно открыть часть вот этой до середины стенки и часть следующей стенки. То есть, полностью две стенки открыть нельзя, они будут друг в друга упираться и не получится ничего. То есть, либо целиком крышу, либо целиком один любой из боков. Ну, и также открываются, естественно, двери, обе двери с двух сторон и открываются форточки. Теплица небольшая, 6 метров, 6 метров в длину и 3-3,5 в ширину. Ну, в общем, короче, небольшая теплица, но я думаю, мы с моими цветочками в нее влезем. Просто нужно их, конечно же, привести в божеский вид, потому что эта страсть с вытянутыми ногами, это просто, ну, никуда не годится, друзья. Здесь у меня притащена и вся реабилитация, которая там по каким-то причинам, вот, допустим, красовую вот эту Гарнет Лотос залил дождь, она покрылась ржавчиной. Вот сейчас она была уже обработана давно. Сейчас уже там лезут нормальные молодые листики, но в себя она, конечно, в красивый, в товарный вид она придет не скоро, поэтому она будет тут жить и восстанавливаться. Также вот эти немоверно длинные ноги, вот они, вот они. Ну, в общем, все тут суккуленты, вообще очень длинные ноги у них, и они, каждый из вот этих растений, ну, кроме онимов, конечно, они подлежат сносу головы. Работа эта не быстрая, медленная, поэтому все сразу я не сделаю. И вот поэтому я перенесла их сюда, чтобы постепенно, как будет время, подготавливать там в день штук по 10 пересаживать, и то хорошо. Вот вчера в комнате пересаживала. Вот пеньков паспана сажала. Ну, пеньки я сажаю, как я вам уже рассказывала, для экономии места. Вообще можно, конечно, пенек оставлять каждый в своем горшке, но дело в том, что в моих горшках грунт уже очень истощенный, и детки здесь будут жить на стволах, если будут появляться детки, они будут очень плохо развиваться за счет того, что грунта там уже нет, горшки маленькие, стволища эти огромные. Вот поэтому я обрезала часть корневой системы и сажала их вот так плотненько. Ну, кто выжил, тот молодец. Ну, тут у меня бутылка с дождевой водой стоит. У меня там в бочку стекает дождь с крыши, и дождевой воды у меня, конечно же, с избытком. Это вот мои деревья красавчики. Две мои красулы. Красуловато Сансет. Наконец-то можно их показать вот в полный рост. В окружении этих красул тут уличники, горшки с уличными. Я планирую на следующий год делать альпийскую горку. Ну, опять не загадываю. В общем, кто выживет, того буду сажать. Какой-то один горшок. Какой-какой. Вот этот горшок с вот этим седумом. Коралл риф я буду заносить, конечно же, домой, потому что он в открытом грунте я его не выращивала, а в горшках он вымерзает. Поэтому, чтобы сохранить вот этот вид, я его буду заносить вот именно вот этот горшок домой. Ну, вот этот седум зимует, но так как он здесь растет, то есть он все равно поедет вместе с этим за компанию. Это вот листик березовый. Это еще когда они там стояли у меня в квартире, во дворе. И вот опавшие листики. Вот этот тоже седум прикольный. Кстати, тоже вот в горшках почти что весь вымерз. В том году очень много его было. Такие махонькие бусинки, прикольный такой. Вот. И за лето там остался какой-то череночек, может быть, два небольших. И вот за лето он, все, что от него смогло размножиться. Вообще, в этом году, хотя зима была не очень снежная, вернее, ну, снега так 50 на 50 было, не очень морозная, очень многие седумы в горшках у меня повымерзли. Вот в прошлом году они прекрасно перезимовали, а вот в этом году, наверное, за счет того, что таяло, потом замораживало, таяло, замораживало. В общем, многие у меня скуленты уличные погибли. Очень много вот этого было седумы, и вот сейчас от него остались тут какие-то жалкие макушечки, ну, в нескольких горшках, вот там еще немножко. Это мой лохматый кактус. Вот такая у него шикарная шевелюра. Эспа-100А называется он. Это эхиверия суён кустовая. Она у меня мученица. Все лето простояла на полках, практически без света, потому что лампы я не включала летом. Вот она вся позеленела. Ну, сейчас немножечко хотя бы начала приходить и принимать божеский вид. Но тоже она вся вот поваленная. Буду думать, что с ней делать. Может быть, чего-то там отрежу, укореню, а остальное продам. Ну, пока что, пока что её в продаже нет. И не будет в ближайшее время. Может быть, к весне. Ну, в общем, я подумаю над этим. Так, эта краса вот тоже практически зелёная. Должна быть вот такая красненькая. Макушечки у неё должны быть красные. Она тоже простояла на полках всё лето. И света божьего не видела уличного. Это ионим сидифолиум. Вот он. Ну, сидифолиум неплохо себя чувствует. Прям даже прям такие супер. Вот эту красула, я не знаю, как её зовут. Она когда-то приходила в наборах. По-моему, из Италии были наборы. Там в горшке было по несколько суккулентов. И вот я себе оставляла один из таких наборов. И вот в таком наборе была красула. То есть она похожа на обычную авату, но листья у неё вот такие загнутые на конус. То есть у обычной аваты листья круглые. Ну, вот авата сансет, только у сансета желтеющие края. А вот если взять чисто зелёный лист у сансет, то вот такие листья зелёные округлённые у обычной аваты. У этой же аваты вот такие они загнутые. Не знаю, как её зовут. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Я просто не искала информацию эту. Она вообще зачуханная была тоже, неполитая, стрессовала. Вот, когда я начала приводить полки в порядок, я вспомнила, что она у меня есть. Ну, начала её поливать потихоньку. Потому что она, можно сказать, по месяцу вообще стояла без полива. А красовую водохлёбы. Красовым нужно много воды. У неё воды вообще не было. И вот кончики листьев, видите, такие корявые. Это никакое не заболевание. Это просто стресс. Корочкой покрыты кончики листьев. Это она, бедняжечка, стрессовала. Вот. И тыльная сторона у этой красовы красноватая. В прошлом году она была поменьше. Она была прям вся красная. Ну, сейчас, видимо, начала расти. И краснота эта уходит. Пигментация теряется. В общем, не знаю, друзья, как я буду эту страсть всю заносить на эти полки. Потому что... Я думаю, что на этих полках тоже не хватит растений в моем месте. Дело в том, что они растут. Если бы они были все в одной паре, если бы влазили в горшочки семёрочки, то была бы красота. Но у меня, к сожалению или к счастью, не знаю, очень много капуст, которые объёмные, которым некомфортно будет, если на них будет что-то давить. Ну, то есть, каждое растение должно стоять и не касаться друг с другом. Вот, смотрите, вот прелесть какая. Ну, а вообще лопатулечка такая. Вот они должны вот так где-то стоять. Вот, друг от дружки. Вот это будет идеальный вариант. Ну, не знаю, получится у меня или не получится. Ну, в принципе-то должно получиться. Но вопрос как? Опять куча мала. Ну, и расстаться я с ними не могу. Ну, вот прям прелесть. Многие не любят бородавки, а я обожаю бородавочные растения. В общем, я её не впихнула. Придётся её нести куда-нибудь и ставить. Ну, не знаю, куда её поставить. Ну, вот сюда мы её и поставим. Пусть она тут стоит. Ну, дело в том, что стоять здесь им немного, недолго, ну, недели две-то, я думаю, они отстоят здесь. Ну, может быть, три. Как там по погоде. Вот такие у меня, друзья, полки, стеллажи. Каркас здесь железный. С полом ещё ничего не делала. Абсолютно. Мне их сварили. И то, слава богу. С землёй тоже ничего не делала. Ну, сорняки вот эти там порвутся. Ну, там, наверное, застилать ничего не буду, потому что вода, которая будет стекать с полок, должна куда-то впитываться. Ну, вот здесь вот буераки, здесь, конечно, буду разравнивать. Это вот мой Мурзик спит, который мне достался в наследство с домом. Он, кстати, ровесник моей белки, даже чем-то похож. Но кот очень злой. Его пару раз погладишь, дальше он кусается. И кусается прям не по-детски. Мурзик, 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 да. Мурзик. Прям так получилось, что он действительно... А, что? Ой, ну, кот красивый, конечно, симпатичный. Ну, всё никак вот не полиняет. Я его лечила. И от блох я его обрабатывала. И какие-то были у него типа вши-не вши. В общем, заброшенный бедный кот был. Ну, сейчас немножко приходит в себя. Ну, так как здесь никто не жил. Его кормили очень редко. Вот. Он это просто дикой кот стал. Ну, в руки он даётся, но... Не особо он такой ласковый. Дырки я делала специально между досками, чтобы стекала вода, чтобы лучше доски просыхали. Конечно, можно было бы сделать железные сетки, но это было дороже. Поэтому я вот выбрала доски. Но всё равно растения будут стоять какие в поддонах, какие между досок этих. Ну, в общем, нормально будет. В общем, друзья, я очень рада, что у меня есть теплица. Вы не представляете какое-то облегчение, когда идёт дождь на улице. А ты не переживаешь и не дёргаешься, что твоё растение намокнет. Ой, это просто, ну, несказанная радость. Вот правда. У кого есть теплица, тот, конечно же, меня понимает. А у кого её нет... Ну, друзья, мечтайте, мечты сбываются. Вот моя сбылась. И ваши обязательно сбудутся. Так, это вот у меня 2 эхиверии. Обе они были как кан-кан. Но вот это, вот от этой розетки будут в следующую продажу, будут 2 или 3 детки. Вот от этой розетки будут детки. Вот от этой пока деток нет. Обе они покупались как кан-кан. Но вот, на мой взгляд, они немножко разные. Во-первых, окрас у них разный. Вот эта розоватая какая-то, а вот эта рыжеватая. Но обе, конечно, красивые, но даже не знаю, какая лучше. Но я люблю рыжие оттенки. Я вот люблю всё рыжие. Вот мне, конечно, к душе больше вот это. Если бы стоял вопрос, с кем мне расстаться, вот из этих эхиверий, наверное, я бы осталась с левой. Потому что я люблю рыжие. Вот тут между ними затиснулась дудлея пахифитум. Обожаю дудлеи все. Это гибрид дудлея и пахифитума. Это не эндемик. Это уже выведенное растение. А вот эндемик. Но это, конечно, не от этой дудлеи, я думаю. Это эндемик. Эндемик это растение, которое произрастает в своей среде. У которого определенный ареал обитания. То есть растение, взятое из природы. Вот непосредственно вот это. Вот это дудлея точно взяты из природы. Так, ищу еще одну дудлею. White gnome. Где же она есть? Вот она. Друзья, вы представляете? Я вообще все лето ее не поливала. Ну, дудлеи, конечно, летом спят. Но по чуть-чуть их надо все равно поливать. Я ее не поливала ни разу. Но у меня была заставлена большими хевериями там в квартире на полках. Я когда стала доставать растения, когда начала вот недавно их заносить в комнату, я просто обалдела. Думаю, боже, у меня же она есть. А я про нее вообще забыла. И вот она такая вся иссохшая. Ну, вроде живая. Сейчас полила. Думаю, отопьется. Вот растение тоже. Смотрите, какое стрессонутое. Вот эти все рубцы на листьях. Вот это признак того, что растению не хватало влаги и что оно стрессовало. Никто его не жрал. Никто на нем не бегал, не ползал. Вот не хватало влаги и листья просто, ну, вылезали вот такие корявые. Покрывались корочками. Вот точно так же. Ну, как вон-то красула, у которой листики на конус. Я вам ее показывала только что. Вот. Это... Так, как же ее зовут? Это кремнерия. Вид кремнерия, это я не знаю. Друзья, я... Вы не поверите. Вот. Да, вы не поверите, что я гонялась за ней тысячу лет. Наконец-то я ее приобрела. И потом я про нее забыла на полках. Ну, я видела, что она такая стойкая девочка. И ничего с ней не случится. Но дело в том, что почему я не вынесла ее на улицу? Потому что у нее длиннющий цветонос. Это просто кошмар какой-то. Это вот змея. Вот, смотрите. Вот она, эта змея. Цветоносище. И вот в этом горшке продолжение от этого цветоноса. Это просто жесть. И у нее уже отрезана макушка у этого цветоноса. Где-то она, по-моему, укоренена у меня. Где-то не знаю. Вот. Но дело в том, что больше полметра точно этот цветонос. Вот как можно было разместить на полках вот эту страсть. Но сейчас, когда я ее буду пересаживать, вот этих деток я отделю. Они будут продаваться, вот эти детки. Друзья, у нее невероятно красивые оттенки у этой кремнерии. Но вот сейчас она красноватая, а летом она бывает ярко-ярко такой рыжий-желтый. Это просто бомбический цвет. Вот я говорю, я любитель рыжих-желтых оттенков. Я за ней гонялась, но неизвестно сколько. Вот смотрите, вот у этого цветоноса уже другой оттенок. Вот он оранжевый какой-то, не знаю, розово-оранжевый что ли. Не ловит фокус. В общем, не могу я снять. Но цвет очень красивый. О, вот так. Вот. И вот эти детки, две вот этих, будут продаваться. Детки, кстати, не стрессанутые. Они, видимо, уже начали развиваться, когда я про нее вспомнила. Ну вот у нее, когда вспомнила про нее, начала ее поливать, вот у нее, вот эти листики уже полезли хорошие. Вот раз, два, три листа прекрасные. А вот здесь это просто лезет еще один цветонос, друзья. Еще одна змея больше полметра. И структура листьев у нее. Смотрите, вот сейчас приближу, если получится. Угу, получится. Аж два раза. Листья не гладкие и не шершавые. Даже не знаю, как объяснить, но вот структура у них такая мелко-мелко-пористая. Проводишь вроде гладкий лист, а когда приближенно смотришь, что не шибко гладкий. Так, ладно. Кого вам еще показать? Это эхиверия горгонсгрота. Так, это это, это Махагани Роуз крестатная. Цвет, конечно, супер. Так, это крестовник Хаварта. Так, это это тоже стрессанутая нога. Видите, это вот шрамы, это все стрессы от того, что не было полива. Это несчастная, умирающая трампет пинки. Надо ее в первую очередь будет обрезать, потому что ствол у нее уже засох. Не розетки эти, наверное, уже дали корни. Нет, ну пока не дали, но скоро должны дать, потому что питаться-то им надо. Когда розеткам не хватает влаги, они начинают выпускать воздушные корни. Так, ну это вот реабилитация. Это тоже заброшенная была розетка Шавиана Пинг Фрилс. Вот она. Это тоже заброшенный мой Нион Брейкерс. В прошлом году он был бомбический. В этом году вот я недавно только тоже про него вспомнила. Это Сидоверия Летиция варегатная и вот выпустила одну неварегатную деть. Тупси Турви. Так, кто там еще? Там Красула и там Красула Альба. Криспата Бьюти у меня тоже ей поплохело. Надо ее пересаживать. Не очень ей комфортно. В общем, все требует ухода и все требует глаз. Это я не знаю, что за лошадь. Чья-то голова. Какая-то длинная голова. Что это за голова? А, это, наверное, все знаю, кто это. Это Пауль Баньян варегатный. Ножище. А вот головище. А это Пауль Баньян неварегатный. Вот он. Это мой кактус. Красула Хамилс Гост. Так, ну, всех показала. Вот тоже стрессовые шрамы. Смотрите, какие. Вот здесь наоборот. Вот эти стрессовые рубцы, это от перелива. Видимо, там что-то с грунтом не так в этом горшке. Либо с корнями что-то не так. И вот вся влага, которая поступает растению, видимо, много. Видимо, что-то с корнями. Может быть, мало корней, может быть, под гнили, там сухая гниль развивается. И вот та влага, которая поступает растению, листья сразу начинают лопаться. Ведь даже молодые листья, которые полезли вроде как недавно, все равно на этом листе шрам. Вот такая жесть. Так, ну, это тут детки, детки, пеньки. Это мой запрещенный кактус. галлюциногенный кактус запрещенный. Ну, один держать можно. А если у меня их будет два, то ко мне может прийти полиция и штрафануть меня конкретно. Вот так как он у меня один, я его только недавно пересадила, только вспомнила про него. и вот положила камень, это у нас, друзья, это ему трафарет, чтобы было к чему стремиться. Вот, чтобы к следующему году он был у меня вот такой крупный, как вот этот камень. Сейчас он в два раза меньше. Так, это хиверия зора, это пеппис роуз, паппис роуз, это, ой, как же ее зовут, короче, не помню, как зовут, может быть, сейчас дальше пойду рассказывать, может быть, вспомню, но не бородавчатая капуста, но очень красивая. Это все, что осталось, тоже стрессанула она конкретно бесполива, это все, что осталось от моей красулы, красулы стогнул, вот от хозлика остались рожки да ножки, но все равно она живая, смотрите, друзья, вот многие, когда получали растения, они пугались, что стволы у красул черные, вот они такие должны быть, понимаете, молодые стволики такие темно-зеленые, а со временем старения, когда растение уже, ну, пожило достаточное количество времени, эти стволы покрываются корочкой такой черной, и может показаться, что стволики эти загнили, но это не так, так должно быть, так, это кто-то под названием Blue чего-то там, а, Blue Light, да, это Blue Light, это инфант варегатный, на ноге 20 см, нет, здравствуй, какая кадра вообще, так, это вот тоже гигантелла, капустища моя Шавиана, очень красивая, тоже у нее ножище приличное, все это будет срезаться, укореняться, ну, как бы, вот у этой капусты-то еще нет, а вот у этой, смотрите, тоже, это просто жесть, так, это Hiveria Bitter Sweet, тоже красивая капуста, но очень крупная, и вот все им ни по чем, друзья, вот понимаете, можно небольшим объемом горшка немножечко сократить их рост, но до конца его уменьшить нельзя, вот как у нее есть потенциал, вот к огромному росту, если она есть из крупносортных, из крупноголовых, она и будет крупноголовая, вот горшок 7 сантиметров, диаметр розетки уже 15, и ничего, вот поливаю, лишь бы вот, лишь бы полив был, тогда она не будет мельчать, и тогда она будет расти, и вот тоже самая вот эта капустенция, тоже уже больше 15 сантиметров, но у этой, конечно, побольше, горшок, здесь девятка, 9 сантиметров от семенина недалеко ушло, канты, канты тоже в семерке, от листа до листа сантиметров 15, это моя примадонна что-то опять замудрила, ну, вот, яркое солнце, без притенения, вот таким варегатным растениям не на пользу, они сразу начинают белеть, сразу теряют варегатность, вот это касается еще эхиверия рейнбоу, тоже на открытом солнце, моментально розовеет, и в смысле розовеет, это значит, у нее становится очень много белых клеток, безфлорофильных, и в итоге она полностью становится белой, и потом, когда отваливается последний листик с вот такими зелеными полосочками, они, конечно же, погибают, мы это проходили, так, это авторглоу, авторглоу это гибрид канты, это вот что-то подсох листик, я его, когда перевозила, самый большущий лист отломила, перевозила, друзья, я их сюда, в сумках, на велосипеде, вот поставлю в две ашановские сумки, в большие, горшков сколько влезет, на один руль, на одну ручку руля, на вторую ручку, и вперед, долго возила, конечно, потому что друг на друга не добьешь, хочется довести, не повредить, это эхиверия бигред крестата, стояла тоже на полках практически зеленая сейчас, потому что была в тени, солнце на нее не попадало, но так как, видимо, я ее поила, она прям за лето бухнула раза в два, может быть, и в три, небольшая она была, может быть, грунтом у нее хороший, какой там у нее грунт, не знаю, какой у нее там грунт, в общем, какая-то мешанина, махагани роуз, кстати, тоже подросла, я ее покупала махоньким череночком, прям, как два, наверное, листа, не, ну, побольше, может быть, как три листа, но за лето, конечно, она подвыдурилась, и стала более-менее похож на свой сортовой вид, так, это горшок с уличниками, это вот тоже горшок с уличниками, и здесь просто лежат, балдеют вот эти две розетки, Шевиана Роза Рейнбоу с отрубленной головой, вот, нога у нее там подсохла, но корней еще нет, что-то у нее там не загнило, нет, ничего там не загнило, все у нее хорошо, вот, и Хеверя Файрлайт, тоже с отрубленной головой, вот лежит, балдеет, что там, все в порядке, в порядке, но тут грунт сухой, поэтому тут все будет в порядке, так, это у нас, забыла, как всегда, когда зашла в теплицу, помнила, а сейчас забыла, ну да ладно, это Sedum Sovia Lens, мой красавчик, наконец-то я его увидела, я его не видела, все лето, это Мадиба с бородавками, которая никак не хочет расти, вроде такая жирная, упитанная, и замерла в росте, и все, тормознула, что надо ей, шоколады может быть, это Вероночка моя, моя любовь, давнишняя, давнишняя любовь, грабтоверия Деби Крестата, это Эхиверия Ничи, это Эхиверия Шавиана Стректифлора Балерина Варегата, название Закачаешься, ну не придумали ей название, просто в названии у нее указаны гибриды трех растений, очень люблю это растение, это дорогое растение, у нее выползают листья, какой-то варегатный, какой-то мутированный, какой-то вот раздвоенный, и форма у нее очень красивая, и цвет, окрас, она бывает сиреневый, друзья, вот не поверите, она бывает сиреневого цвета, и бывает вот такая, как сейчас, бывает бордового, тоже такое хамелеонистое растение, в зависимости от условий, на ярком свету, прямо на солнце, она сиреневая, но она у меня стояла, по-моему, на полках, поэтому она вот такая, так, это тоже эндемик, дудлея фареноса, тоже была заброшена, не полита, но вот сейчас я ее начинаю отпаивать, так, это тоже дудлея, тоже эндемик, дудлея хосеи, это фушике, это пахифитум верит, бомбический цвет, мой любимый цвет, желто-оранжевый, это хиверия пастель, я ее брала как крестатную, приехала она вроде ко мне, ну, не знаю, года два назад, приехала ко мне небольшой крестаткой, но раскрестатилась, и вот сейчас просто вот такие розочки, но тоже классные, очень классные растения, цвет, цвет просто супер, ну, и форма тоже, это хиверия гортензия, здесь тоже цвет, невероятный оттенок, ой, это кто у нас, солнце ушло, темно сразу стало, это хиверия ред феникс, все на длиннющих ногах, все будут сноситься, это дастероус, тоже ножище 3 километра, это грабтоверия рус, это хиверия эбонегрин, так, ну, это мой несчастный Вася, вот тут цветоносы у него отпадают цветочки, наинесчастнейший Василий, ну, живой, друзья, живой, так, это у нас кто, это какой-то ионюм, не помню уже даже какой, это хоббит варигатная, это фрости, нет, это так, 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 короче, не помню, забыла, Мария Антуанетта, трампет премиум, это Пауль Баньян, а вот здесь я Пауль Баньяном покрасила лаком, нечаянно крашила, красила кормушку и мазанула, может, кисточку как несла, ну, в общем, я не поняла, почему у него получился крашеный лист, ну, теперь он с крашенным листом, крашеный листом, это вот восстанавливается тоже сильно стрессанутая, это хеверия айседж, но это белая форма, это другая айседж, обычная айседж, ножище какая, это вайт розы, но солнца нет, сейчас плохо они смотрятся, эту забыла тоже, друзья, короче, я уже устала, напрягать мозги, вспоминать эти названия, это просто жесть, вот, седом забыла, как вот этот зовут, этого регатка, ну, короче, все забыла, ой, все, друзья, буду заканчивать свой обзор, показала вам, как поживают мои суккуленты в новой теплице, конечно, тут им кайфово, сейчас на улице градусов, наверное, 12, а здесь около 20, это около 20, с учетом того, что у меня сейчас открыта одна дверь только, если я закрою ее, то тут будет под 30, как посмотрю на эту страсть, просто аж вздрогну, сколько мне предстоит с ними работы, каждый горшок, вот буквально каждый горшок, который стоит, ну, за исключением некоторых, ну, типа, вот, Полида, ой, Полида, Махагани Роуз, вот, ну, за исключением некоторых, конечно, я их не буду трогать, они недавно посажены, еще поживут, годик, и может быть, и два поживут, вот, а все остальные, конечно же, нужно будет сажать, пересаживать, рубить, когда это делать, заниматься надо еще садом, огородом, тут тоже конь не валялся, ну, так, валялся немножко, ну, не до конца еще повалялся, вон там кострище надо жечь, большой, вон там тоже, вон ту кучу разбирать, тоже спиленная яблоня, старая, тоже нужно ее, что-то подпилить, оставить на дрова, что-то пожечь, здесь надо еще кого-то искать, чтобы вспахал, вот здесь, участок, тут у меня будут бахчи, ну, вот там сад, большой, маленький, всякие разные, вот такие необъятные просторы, друзья, все это нужно косить, всему нужен глаз да глаз, всему нужно руки, а это куча, целый прицеп тыквы, пипец, вообще, сажала тыкву, друзья, вот здесь, чтобы не рос ссор, но ссор как бы не особо сильно рос, в общем, эту функцию она выполнила, но вот что мне делать с вот этим урожаем, я вообще не представляю, просто жесть, тыквы, кабачки, а вот там у меня еще орешник, и на орешнике, и на орешник прибегает белка, у меня здесь белка фывет, лыжая, это перекапанная и посаженная в этом году клубника, я на ней две недели сидела, я на ней две недели сидела, с утра до вечера, просто глыбы, которые срослись, не знаю сколько лет, тут уже все грядки посплелись, в общем, ничего тут не было, вот, выбирала тут более-менее рассаду, которая поприличней, ну, сажала, потом мульчировала, мульчировала скошенной травой, которую косила по всему саду, в общем, друзья, труд огромный здесь, конечно, а вот там, друзья, в конце сада, огорода, огромное-огромное дерево боярышника, отсюда не видно, но просто весь усыпан, там все красное, возле ствола, все усеяно, боярышникам, ну, все, друзья, всем спасибо за просмотр, экскурсия сегодня у нас с вами была, непривычное для вас и для меня место съемки, я как-то до сих пор даже не могу поверить, что это вот, что мои суккуленты стоят в моей теплице, друзья, всем теплой погожей осени, всем добра и здоровья мира, пока-пока.